Всем доброго времени, мои дорогие! Сейчас мы будем делать расклад свежие сплетни о вас. Заодно с вами посмотрю. Будем смотреть, кто что за вас говорит и почему говорит. Давайте посмотрим. Сейчас достану колоду, которой я давненько что-то не открывала, не пользовалась ей. Сейчас посмотрим. Свежие новости о вас. Напоминаю, что расклад является общим. За более личной консультацией обращайтесь ко мне на WhatsApp. Может резонировать, а может не резонировать. В личной консультации вы узнаете намного больше. Ведьмы, которые мне якобы писали, якобы крутые ведьмы, меня все испугались и заблокировали правильно. Так с этими шарлатанками и надо. Поехали. Загадывайте себя. Сейчас будем смотреть. Последние новости. Свежие новости. Свежие слухи. Что говорят. Что хотят. Уже что-то карты нам хотят сообщить. Сплетни, свежие сплетни. Слухи. Чтобы вы понимали за последнее время. Смотрите. Но здесь говорят, что вы человек творческий, загадочный. Обсуждают вашу одежду. То, как вы одеваетесь. То есть, некоторые люди замечают, как вы одеваетесь. То есть, именно одежда, одежда, бижутерия, украшения. Тут обсуждали ваш внешний вид. Смотрите. Кто-то мог поправиться. Кого-то могли обсуждать, что он поправился. Или же, наоборот, похудел. Тут первое, что идет обсуждение внешнего вида. Но, опять же, эта карта как и падала. Здесь, смотрите. Кто-то обсуждает вас то, что вы несправедливы. То, что вы жестокие. То, что вы ведете, знаете, как вот не то, что неправильный образ жизни. А резкая такая. Резко судите. Резко можете как-то вот, да, от человека отказаться. Одно слово скажешь, все, уже обиделась, да. То есть, человека вот так обсуждали. То, что вы изменились. То, что ваше рост сознания изменился. То есть, вы запутали многих людей. Они вообще не понимают, что вы делаете. Они вообще просто не понимают, что происходит. Потому что здесь, смотрите, у кого-то 21-22 декабря у кого-то была важная встреча. Ладно, дальше. Просто пошла у меня вот это вот ясновидение. Рост сознания. То, что вы как бы уже по-другому стали себя вести. Может, кто-то стал себя уважать. То есть, может, научили отказывать, да, кому-то. Здесь такая информация идет. Многие говорят, что вообще запутанная какая-то история с вами. Что вы сами запутались в своей жизни, в принципе. И не знаете, что делать. И продолжаете учить как-то других людей тоже, да. Вот еще к вам подкрадываются люди. А с чем подкрадываются? Что хотят? Кто-то меня рыбы смотрит. Чистый знак зодиака. Рыбы прям вышли. Знаете, заботливая женщина, говорят. Заботливая. Смотрите, здесь идет такая информация, что к вам подкрадываются люди потихонечку. Конечно, правильно, блядь, я и говорю. Ваш дом. Кто-то, может, живет на съемной. Кто-то идет в ваш дом. Ну, знаете, вам высшие силы уже это говорили и пытались предупредить. Кого-то во снах предупреждали, что за вами там гналися во сне. Это был сон предупреждения о том, что кто-то хочет проникнуть в ваш дом. Зачем? Тут какая-то, знаете, идея у человека. Опять же, может, вы заметили, я не первый раз это говорю. Попасть к вам в дом для того, чтобы что-то прояснить. Да, что-то думают прояснить в доме. Да, что-то думают прояснить в доме. Вот кто-то искренне, свято верит в то, что если он проникнет к вам поближе домой, то он прояснит для себя какую-то ситуацию. Но если это он сделает, то для него будет бумеранг. Это мужчина. Да, о вас говорят действительно. Говорят, многие говорят. Давайте будем раскрывать. Сегодня вот говорили. У кого-то четвертого дня рождения. Четвертого января. Вот, может, уже было. Злятся люди на вас? Идет какая-то вот злость. Люди злятся. За что? За ваш труд? То, что вы не останавливаетесь, а вы идете вперед. Вы идете вперед, вы не останавливаетесь. Обманным путем, думаю. Те деньги, деньгам завидую. Те деньги, которые у вас есть, обманным путем. Все. Кто-то деньги ваши считает. Смотрите. Кто-то хочет к вам прийти. Мужчина с извинениями. Что ты хочешь скажи? Какой-то мужчина, который давно за вами наблюдает, хочет прийти к вам с извинениями. Понимаете? У него что-то происходит в жизни. Вы знаете, как будто, когда он ушел и начал жить без вас, у него произошло какое-то начало без вас, ему стало понятно все, что вы для него были человеком по судьбе, а он выбрал богатство. Обсуждают еще то, что человек какой-то выбрал богатство, но не вас. Далее, смотрите, здесь идет такая информация, что у вас есть деньги, у вас дохуя денег, простите за выражение, что вы жадная мразь, что вы конченая. Просто так и говорят, я вижу людей, что вы такая конченная тварь. Сидите в своем богатстве, вы зажрались, вы реально зажрались. И вы сидите, просто все думают, что, понимаете, вы должны оказывать помощь всем, хотя вы сами в ней нуждаетесь, в этой помощи. Но все почему-то думают, что да, она должна дать. Но никто не подумал, есть ли у нее эта помощь, кто-нибудь ей оказывает, хотя вы нуждаетесь тоже в помощи. Хорошо, дальше что? Ой, блядь, какой-то мужчина озабоченный вами. Что ты хочешь, дорогой? Я его описываю. Значит, он светлый, большого очень роста, очень большого, может быть. Он постоянно за вами наблюдает, и, знаете, здесь как будто бы его манит к вам тайно. Он у вас влюблен, у него по поводу этого депрессия, он может сам собой говорить на ваши темы. Блядь, на темы, а вас сам собой говорит. Смотрите, на кого-то могли напускать депрессию, вот, на кого-то могли делать морок. Тут уже пошли любовные рассказы, о чем вы говорите по любовным рассказам, что именно обсуждаете. Тут уже вашу личную жизнь начали обсуждать. Именно что? Кто и что? Давай, рассказывай. То, что вы свободны. Это какие-то поклонники на горизонт. Сплетни, да, о вашей жизни. Конечно. Что вы свободны. Или что вы скрываете своего мужчину, не хотите показывать. Что вы контролируете ситуацию, но и вас контролируют. За вами следят. Не дай бог, что-то вы не выловите, не выставите статус. Будут выкладывать. Собирают всю просто, блядь, информацию за вас полностью. Еще тут не только говорят. Смотрите, кто-то из вас страдает паническими атаками, сильными депрессиями. Это надо чистить, но это уже лично обращайтесь ко мне. У кого-то ребенок не спит, у кого-то мальчик 4-6 лет. Навели на него порчу насмерть. Надо обращаться ко мне. Действительно, тут реально. Ну, или к другим мастерам. Тут на ребенка, на вашего. Мальчик 6 лет навели порчу. Заплатили хорошие деньги. Этот ребенок не должен был родиться. Еще в утробе на него наводили порчу. Возможно, вы это хотели предотвратить, но не смогли. Что еще говорят? Родственники говорят. Перевернутая карта. Стоп. Карта «да». С родственниками у вас нет отношений. Либо вы прервали, либо они. Они о вас говорят. Кстати, протянутая рука. Они вас нуждаются. Сейчас будем спрашивать, что семья говорит за вас именно. Окей, что ты хочешь? Что родственники говорят? Сейчас просим. Ох, блядь, карта вылетела. Крутая. Феникс. Крутая. Они, родственники, вам завидуют, но в душе они вами восхищаются. Восхищение. Боятся вас? Упертая вы? Кому-то тяжело признавать вашу победу, но внутри ваши родственники признали вашу победу. Внутри. Человек из прошлого идет, он говорит о том, что я еблан за то, что не хранил ей верность. За то, что я посвящал себя работе. Теперь она посвящает себя работе, а я убиваюсь за ней, как мразота просто. Сижу, убиваюсь, я не знаю, что делать, и я пью, и я бухаю. Теперь она в работе, а я нет. Я люблю ее еще, и мне нужна помощь. Какой-то мужчина в теле такой. Здоровье. Кто-то говорит о вашем здоровье. Хорошо, что с вашим здоровьем? Либо этот мужчина бывший переживает о вашем здоровье. Да расскажи, блядь, что? Тело говорит, у кого-то идет психосоматика. Не бойся, доверься мне. Все ощущения в теле, что у тебя происходит, контроль ситуации. Тело вам говорит, я контролирую все ситуации. Я контролирую все ситуации. Кого-то хотят позвать в дорогу. Кстати, человек из прошлого хочет, чтобы вы простили его, простили предательство, но вы уже не сможете простить, потому что очень тяжело. Вы хотите радоваться жизни, но из-за этого предательства вы убиты, черт побери, и у вас искаженная жизнь. Вы выходите из этого. Вы живете мечтами, вам тяжело. Кому-то нужно делать ритуал отвязка от прошлого. Потому что кто-то не может забыть бывшего. Понятно? Вот так вот. И это знают люди, говорят, что ей тяжело. Она не может забыть бывшего. Ну, то, что вы такая рискованная, кто-то может говорить. Да, потеряла. Вы потеряли, кто-то потерял смысл жизни из-за бывшего. Полное разрушение из-за бывшего. И этот украл ваше счастье. Он хочет вернуться. Заботится о вас. Но вы уже не сможете. Вас будет тянуть боль, измены. Вы найдете успокоение в своем успехе. Еще говорят, что вы успешная. Вот такой у нас расклад. Хороша еще что? Что вы можете сделать большие скачки успеха в будущем. И кто-то говорит из мужчин, почему я не выбрал ее. Какой-то мужчина идет к вам с каким-то предложением хитрым. Он будет ожидать вашего ответа. Но я пока не вижу, что это за предложение. Вот такой у нас был расклад, мои дорогие. Ну, а за более личными раскладами пишите мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я выкладываю под видео. Номер для откупов, номер карты я тоже указываю под видео. Всем желаю добра. Всем желаю всего хорошего. Будьте здоровы. С наступающим вас Новым годом. Никогда не болейте. Счастья вашим детям. До свидания.